Сегодня 3 сентября 23 года, Одесса, Украина. Хочу рассказать вам вот такую историю. В 2018 году в поисках информации о сортах инжира я посмотрела видео на канале Микейла Рискерова. Называлось оно «Обширонский желтый инжир. Восьмое чудо света». И мне кажется, любой, посмотревший это видео, захочет, как и я, иметь у себя такой инжир чудесный. Каждый плодик которого, как маленькое солнышко с розовой серединкой. Я связалась с Микейлом и спросила, не продаст ли он мне саженцы или черенки своего инжира. Микейл согласился подарить мне саженцы, если я приеду в Баку или найду кого-то, кто их мне привезет в Одессу. Ну и вот это стало как бы последним аргументом в пользу поездки в Азербайджан. И вот в конце октября мы прилетели в Баку, встретились с Микейлом. И он передал мне пять саженцев, которые откопал от своего дерева на даче. Вернувшись в Одессу, я часть из них подарила другим любителям инжира, а часть высадила в грунт и стала наблюдать. Развивался он в наших условиях не очень хорошо. Ветки нарастали довольно медленно. В морозные зимы почки подмерзали. Все-таки погодные условия у нас отличаются от «Обширона» и, главное, сильно отличается почва. Тогда я решила как-то ускорить процесс и сделала прививку почкой под кору на вот это дерево, которое растет у меня уже больше десяти лет. Это сорт серый ранний, это французский сорт. Вот так выглядят его плоды. Дерево это очень хорошо чувствует себя в наших условиях, развивается хорошо. И прививка была сделана два года назад, в сентябре 2021 года. Вот что мы имеем на сегодня. Вот прививка, место прививки. И вот в этом году есть два плодика на этой веточке. И вот один из них уже созрел. Так что будем дегустировать «Обширонский» желтый инжир. Огромное спасибо, конечно, за это Микаилу. А всем любителям инжира хочу посоветовать. Дерзайте, пробуйте. И у вас тоже все получится. И как говорит Микаил, приезжайте в Баку, инжир будет. Спасибо.